В гостях Андрей Чекулайф, министр строительства Хабаровского края. Здравствуйте, Андрей Александрович. Начнем вот с суперновости. Появилось сообщение о том, что программа реновации, про которую много говорили в масштабах Москвы, сейчас распространится на всю страну, в том числе в Хабаровске. Расскажите, как это будет происходить? Ну, наверное, преждевременно пока что рассказываю. Да, вчера этот закон был принят третьим членом Думы. Предстоит еще Совет Федерации, подпись президента. Но, тем не менее, надежда у нас на этот закон действительно большая. Закон позволит более тонко, более правильно работать с теми земельными участками, которые можно было бы отвести под комплексную массовую застройку. Ну, уже ни один раз, ни два, и у вас в гостях говорил, что мнение Министерства строительства таково, что точечная застройка на самом деле вредит. Она вредит городу, да, она наполняет его этими высотными зданиями. Создается скучность, дворы перезаполнены. Ну, цены растут вверх. Я понимаю застройщика, смысл ему вкладываться строить 5-6 домов где-то там на далекой Ореховой сопке, когда можно спокойно в центре города, там на Амурском бульваре, воткнуть 25-этажку и получить, в принципе, те же самые деньги прибылью, как если бы он работал в комплексном развитии территории. А вот этот закон позволит все-таки, да, нам, мэрии, смотреть, изыскивать, видеть эти участки. Они могут принадлежать, быть собственностью Российской Федерации, они могут принадлежать каким-то промышленным предприятиям, какой-то старой промышленной застройке, да, но было и было, предприятие давно уже не работает, все уже, кажется, ликвидировано, брошенное стоит. Ну, почему оно простаивает? Я не знаю, если жители обратную связь дадут, наверное, они смогут назвать такие примеры, где вот эти брошенные застройки, пустыри стоят с какими-то непонятными, с бетонными конструкциями, еще с чем-то. Мы надеемся, что этот закон заиграет, заработает, и, по крайней мере, мы сможем вплотную приблизиться, ну, вот даже напротив остановки Павленко, да, вот, шикарная территория. Кстати, место прекраснейшее. Так и я о том же. Это центр города, по сути, да? Простите, а как этому реновация поможет? Потому что в общественном сознании реновация – это вот споры в Москве, вокруг переделки старой брежневки или хрущевки. То есть, свести те же хрущевки и на их месте поставить новые дома. Это один из аспектов реновации. Реновация, на самом деле, захватывает полностью все комплексное развитие территории. Описываются четыре случая. Это пустующие какие-то, да, вот, площади. Пустырь, обычно пустырь, да? Вот он стоит, он чей-то, и он 10 лет уже чей-то, и не работает, не двигается. То есть, закон о реновации позволит вот эти брошенные территории и старые дома использовать, да? Есть такое понятие, как блокированная застройка, да? Это вот когда промзона, и там дом какой-то стоит. Есть именно старые хрущевки, да, в том числе, почему нет. Есть чистая промзона, которую тоже можно сносить. Главное иметь застройщика, у которого есть желание что-то построить. Но, я насколько понимаю, у нас масса наших хабаровских застройщиков вполне нормальных, они готовы заходить в эти территории, но просто действительно нет свободных земельных участков. Где-то не хватает инфраструктуры, где-то еще какие-то проблемы. Но мы надеемся, что этот закон поможет решить все вот эти вопросы. Ну, все-таки, если говорить о реновации, как вот в общепринятом, да? Это снос пятиэтажек и переселение людей в новые, как раз более комфортные, новые новостройки, да? Новые новостройки. Тем не менее, вот какие дома в Хабаровске попали бы в первую очередь под снос? Первый микрорайон? Интересный вопрос вы задали. Я понимаю, что решение не принято. Реально интересно. Если бы спрашивали мое мнение, ну, просто как жителя города, не как министра, как жителя города, ну, что решение принимать собственником жилья. Застройщик вышел, выбрал какой-то участок, он ему понравился, да, он расценил, что этот участок, он экономически целесообразно там построить высотки, они будут пользоваться спросом, он там все продаст. Он обращается к жителям домов, да, и если две трети жителей проголосуют за эту инновацию, то есть за снос и переселение, тогда застройщик заходит в этот проект и работает. Так вот, если бы спросили у меня, как просто у жителя Хабаровска, ну, да, наверное, первый микрорайон. Ну, почему нет? То есть участок такой... Вы в самые первые пятиэтажки, которые строились в Хабаровске? Ну, комплексно вот так вот, чтобы микрорайон. Есть целые кварталы городские, да, которые застроены вот этими вот хрущевками, брежневками. Давайте вспомним, допустим, Амурский бульвар, улицы Калинина, Комсоморская между ними, да, вы подниматься на Серышево, там тоже самое хрущевки. Ну, я думаю, что если застройщик начнет работать с жителями, да, если начнет считать экономику, ну, наверное, уже люди сами примут решение. А это все будет делаться за деньги застройщика или как-то государство присоединится? Потому что, знаете, у меня сразу вопрос, откуда у налогоплательщиков такие суммы денег на расселение в новое, более комфортное жилье практически половины страны? Ну, не забывайте, у нас сейчас работают счета и скроу. Банки очень охотно финансируют, да, сферу жилищного строительства, потому что банки же чудесные видят, маржинальность и все остальное. Конечно, коллеги, я не хочу здесь сейчас поднимать вопрос стоимости квадратного метра, но вы же сами упомянули, что в Хабаровске она довольно-таки высока. И на новостройке высока в том числе. Поэтому я думаю, что найдутся деньги. Это был федеральный инфоповод, а сейчас два местных. Но начнем, давайте вот раз говорим про застройщика, который вкладывает деньги, давайте вспомним вот скандальный проект строительства жилых домов возле парка «Динамо». Ну, все помнят это место, там вот были бараки на прудах практически. Да, я понимаю чудесно, о чем вы говорите. Действительно, такая очень злободневная тема. Хочу просто напомнить. Изначально застройщик обращался с ходатайством построить там гостиницу. Гостиница и жилой дом, но все-таки есть большая разница. Я даже не трогаю вопрос того, что гостиница прибыль отбивается в ходе эксплуатации, жилой дом продается сразу и деньги меньше сразу. Это мы не затрагиваем. Но все-таки вид разрешенного использования разнится. Ну, серьезно, разница. Одно дело поставить гостиницу в зоне, которая привлекательна, она для туристов интересна, другое дело поставить жилые дома. Ну, я, если честно, опять же, как житель города, как патриот города, я тоже за то, чтобы там не было живых домов. Ну, давайте поставим жилые дома в парке Гагарина, в ПКО. Я как горожанин считаю, что, чтобы там не построить, в любом случае лучше, чем вот эти старые бараки, мне кажется. Согласен. Ну, абсолютная большинство наших зрителей, сколько мы не голосовали, считает, что же ее там строить нельзя. Я для справедливости хочу отметить, что эта территория не относится юридически к парку «Динамо». Она граничит с ней. Но, тем не менее, да, и я, как большинство жителей, тоже считаю, что было бы, наверное, неуместно строить там живой дом. Но есть определенные проблемы. Там и жить-то будет, на самом деле, не совсем удобно. Ну, вспомните, как там выезжать, да, то есть какую-то схему транспорту нужно будет придумывать, еще что-то изобретать. Не совсем это комфортно, я полагаю. Ну, и самое главное, что вот Михаил Дегтярев уже заявил, что вопрос решен, не будет там. Ну, я полагаю, что просто всем нужно исполнить то, что они должны исполнить. Застройщик заявлялся на гостиницу? Да нет вопросов. На жилой дом никто не заявлялся. Ну что, переходим к следующему информационному поводу. Ну, самая больная проблема в Хабаровске была еще года три назад. Проблема обманутых дольщиков, да? Да. За последние годы, честно говоря, немножко стало лучше. Вроде как-то даже казачью гору сдали, да? И что в этом отношении, чем вы в наступающем году порадуете обманутых дольщиков? Давайте чуть назад откатимся, да? Действительно, в 2017 году проблема обманутых дольщиков, она была... Ну, реально, мы гремели на всю страну. У нас был Дальцпестрой, который, к сожалению, прекратил свою деятельность, оставив после себя очень неприятное наследство. Но я должен сказать спасибо всем участникам процесса. Это контрольно-надзорным органам, да, прокуратуре, которая не слазила со всех, которая долбила, клевала, требовала, добивалась. Это правительство Хабаровского края, это мэрия Хабаровска, это саму ГВСУ-6, которая в лице конкурсного управляющего, ну, сделали чудо. Мы в ноябре месяце вводили в эксплуатацию дом на Льва Толстого. Это был последний дом Дальцпестроя, бывшего ГВСУ-6, с обманутыми дольщиками. Тема ГВСУ была закрыта. На сегодняшний день в Хабаровском крае 1265 дольщиков. Причем эти дольщики, основная их часть приходится на 11 объектов. По всем 11 объектам мы подписали соглашение с фондом помощи обманутых дольщиков российским. Есть такая всероссийская организация и есть такая же организация у нас в Хабаровском крае. Из 11 домов, 4 дома принято решение достраивать. Это 2 дома на Салтыково-Щедрина. Это дом, ну, мы его называем Кавказское ГП-7. Три этих дома принадлежат... Которые на набережной? Да, принадлежат фирме Диалог, ну, в банкротном состоянии. То есть, уже упоминал в предыдущих выступлениях про нее. И дом ЖСК Утес. Это дом на Фрунзе. Это вообще знаменитый долгострой с 2005 года. Так вот, эти 4 объекта принято решение достраивать. Выделяются деньги из бюджета Хабаровского края. Выделяются деньги из фонда помощи обманутым дольщикам. И дома достраиваются. По 7, оставшихся домам из 11, да, принято решение выплатить дольщикам компенсацию. Ну, что это значит? Это значит, люди получат деньги, исходя не из той суммы, которую они когда-то вкладывали, да, там, 5, 10, 15 лет тому назад, а из средней стоимости квадратного метра, которая у нас высчитывается по городу Хабаровску. То есть, получается, они просто получат квартиры в других домах? Они получат деньги на приобретение новых квартир. Ну, либо вторичных, тут уже. А можно назвать сроки примерно? От момента принятия решения фондом до поступления денег для дальнейшего направления гражданам обычно занимает 3-4 месяца. То есть, есть своя процедура, она проходит. Ну, учитывая, что они ждали годы, в принципе. В принципе, да. Так вот, теперь из того, что сейчас уже сделано, да, по двум объектам фондам принято решение на выплату компенсационную. Это лазурит и техмонтаж. Ну, пускай там немного этих дольщиков, в одном 15, в другом 16, но, тем не менее, это 31 человек, те люди, которые получат то, что им давным-давно было обещано. Знаете, еще один такой момент, прости, Слав, перебью, но просто они все это время, пока ждали свои квартиры, они ведь платили проценты по ипотеке. То есть, они банку отдали колоссальные суммы денег. А мы знаем, что сначала гасятся проценты, а потом уже основная сумма долга. Я, конечно, понимаю, что квартиры, они получат деньги на квартиру. Но вот эти затраченные деньги на банки можно как-то взыскать? Я понимаю, что не с фонда, а, скорее всего, с, может быть, владельцев этой компании. Смотрите, почти все люди, да, почти все эти люди, они уже обратились к своим нерадивым застройщикам, да, с соответствующими судебными исками. Скажу больше, уже и банки, ой, в смысле, уже и суды давно приняли решение в их пользу, но, к сожалению, это четвертая очередь кредиторов. То есть, сначала гасится зарплата, потом гасится третья очередь, то вот такие дольщики, потом четвертые. Все это дело подробно разъяснялось на вводе дома на Алексеевскую, да, мы как раз задали этот вопрос корпусному управляющему, вот он объяснял для дольщиков, какой порядок. Вы знаете, можно еще одна жалоба на объект, который вы упоминали, кажется, Лазурит или Аквамарин на пересечении, давайте фотографию покажем, улица Комсомольского бульвара и Комсомольска, да. Это жилой комплекс Лазурит, по нему принято решение, еще раз, как я и сказал, да, на выплату. Дед, претензия местных жителей даже не на сам объект, а вот на этот кран, который там на застывшем объекте стоит, по их словам, вот-вот там что-нибудь свалится на проезжую часть и кого-нибудь задавит. Можно еще раз показать? Они просят обратить внимание. И, кстати, это характерная проблема. В Хабаровске много брошенных объектов, которые представляют опасность. Там вот часто дети гуляют. Да, Вячеслав, я согласен с вами. Давайте так, по этому объекту я попрошу своих коллег из Комитета государства и Тонадзора обратить на него внимание. Если там действительно такая ситуация с краном, ну, примем меры. Спасибо. Сигнал принят. Это будет отличным подарком к Новому году. Наступающим. На гостях был Андрей Чекулаев, министр строительства Хабаровского окрая. Если позволите, если позволите всех хабаровчан с наступающим Новым годом, счастья и самое главное – здоровья. Ну и терпения. Спасибо. 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 Спасибо.